Из тех, кто находится по эту сторону барьера, никто не взрагивает, когда слышит лозунг «Россия, русскую власть». Для нас это совершенно очевидно, а вот для прохожих не всегда очевидно. И им кажется, что это что-то такое ужасное, русская власть. Но с русской властью связана вся наша история. И когда власть стала нерусской, то мы начали грызть друг друга, убивать друг друга, ненавидеть друг друга. В том числе и потому, что нас разделяют разные культурные барьеры, исторические барьеры. И только русская власть могла эти барьеры преодолевать. Сейчас, когда вы, прохожие, думаете, что если говорят «Россия, русскую власть», то это какие-то там нацисты, гитлеристы, то вы глубоко ошибаетесь. И нас, тех, кто знает, что для России нужна русская власть, большинство, вы просто не знаете об этом. А мы знаем, даже либеральные фонды, которые проводят социологические опросы, в кошмарном сне им не снилось, что сейчас уже больше 65% жителей нашей страны знают, что России нужна русская власть. Не все знают, что это такое. Но прежде всего Россия должна самоопределиться как русское национальное государство и никакое другое. И тогда в Конституции будет записано «русские государства, образующие народ». Это наше первое требование, первейшее требование. Россия была русской страной, и она должна быть русским национальным государством. Русские построили наше государство и несут основную тяжесть по его поддержке. К сожалению, власть захватили сейчас люди нерусские. Нерусские, даже если у них папа с мамой числятся русскими, они русскими не являются по духу своему, потому что они ненавидят русские традиции. Потому что они ненавидят русский народ до такой степени, что считают, что мы все должны вымереть здесь, а заместить нас должны эмигранты. Поэтому, когда мы говорим Россия и русскую власть, мы говорим об освобождении. Об освобождении от нерусской власти, антирусской власти, антироссийской власти. Потому что эта власть ненавидит не только русских, но и любые коренные народы, которые проживают в нашей стране. Они ждут, когда мы все сдохнем. И они создают все условия для этого. Они грабят нашу страну, как не грабили ни одну страну в истории. Они выворачивают нам карманы каждый день. И каждый день у себя в администрации президента планируют, как сделать нам как можно хуже, как можно больнее, как можно глубже оскорбить русскую душу, как можно подлее оскорбить русскую историю. Они презирают все наши русские праздники. Они презирают русскую веру, на которой держалась наша страна многие века. Они истинные наши враги. Хотя они хотят списать все на каких-то там заокеанских мыслителей, которые что-то там против нас строят козни, так они вместе с ними строят эти козни. Поэтому, когда мы говорим Россия и русскую власть, мы хотим очищения власти от воров и изменников. Сейчас там только воры и изменники. Никаких других людей в Совете Федерации, в Государственной Думе, в правительстве, в администрации президента нету. Только воры и изменники. И если мы не свернем им голову, то от нашей страны не останется ничего. И русский народ будет забыт, и наша история будет опозорена. Мы не должны уступить страну этим людям, олигархическому правлению. Мы не должны уступить страну вот этой миграционной политики, которая заполняет все поры нашего общества людьми, которые не знают русский язык, не знают русскую историю и не ценят ничего русского. А Россия может спастись только как русская страна. Если они ничего не ценят здесь, они нам не нужны. Нам самим нужны рабочие места. И если мы свернем шею антинародной власти, то мы достойно будем платить каждому работнику. Все будут трудиться столько, сколько смогут и захотят. И будут получать достойную зарплату. Мы знаем, что украдено и крадется столько вот этой шайкой, сидящей в Кремле, что если мы только хотя бы прекратим их измену и коррупцию, то хватит всем в избытке. А если мы начнем нормально работать и нормальную экономическую систему построим в интересах нашего народа, то хватит всем с избытком настолько, что мы перестанем завидовать Европе, которая на самом деле завидовала Россией, исторической Россией. И в 19 веке говорили, ни одна пушка не стреляет без России в Европе. Вот к этому мы должны стремиться, к тому пику величия, который был у нашей страны. Восстановить и вернуть нашему народу его подлинную историю, историю империи. Вернуть нашему народу собственность, которая у него украдена была в 90-е годы. И вернуть нашему народу власть, которая украдена у него была в 1917 году. И никогда ему не возвращалась, хотя нам говорили, что власть народная. Вот она должна быть народной и будет народной, когда мы вспомним о величии нашей страны и о тех основополагающих ценностях, на которых она всегда была основана. А сегодня от имени нашего митинга я предлагаю потребовать, безусловно, распуска Государственной Думы и Совета Федерации, никого не представляющих, изменников и предателей. Отставки правительства, которое не способно делать ничего. Они хуже какого-нибудь заштатного бухгалтера, не могут управлять страной, считают деньги, экономика для них ничто. Они не могут развивать производство, науку, сохранить социальную систему. Ничего они не умеют, не могут и не хотят, самое главное. И мы должны провести новые президентские выборы, потому что нынешний президент ни на что не способен. Он трус и предатель. Эти люди, которые заполняют все этажи власти, не способны ни на что, а способен на что-то. Только русский народ в своем историческом творчестве. Итак, наш лозунг, наш лозунг Русского национального фронта, объединяющий многие организации, которые вошли в него. Россия! Русскую власть!